МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эти могучие бронированные машины восхищали своими боевыми характеристиками зарубежных экспертов. Европейские и американские конструкторы не стеснялись выбирать их в качестве образцов для подражания. Советские тяжелые танки послевоенного периода в фильме «Оружие». Грандиозные битвы заключительного этапа Великой Отечественной войны дали огромную пищу для размышлений советским конструкторам бронетанковой техники. Опыт боевого применения бронированных гусеничных машин учитывался в ходе их текущих модернизаций и разработки новых моделей. Особое внимание обращалось на усиление бронезащиты и вооружения. Основой тяжелого танкового парка Красной армии в 1944-45 годах был знаменитый ИС-2. Его мощное 122-мм орудие позволяло вести успешную борьбу с любыми танками вермахта. Однако пушки танков «Тигр» и «Пантера», а также новейшие орудия немецкой противотанковой артиллерии, представляли серьезную опасность для советских тяжелых машин. Бронебойные и подкалиберные снаряды противника поражали лобовую броню корпуса и башни ИС-2 с расстояния до двух километров. Поэтому в 1944 году конструкторы получили задание срочно создать на основе ИС-2 танк с повышенной бронезащитой. Особые требования предъявлялись к башне, как наиболее уязвимому месту советского гиганта. К разработкам новой тяжелой машины одновременно приступили два конструкторских бюро, которые располагались в Челябинске. Одним из них руководил Жозеф Котин, другим – Николай Духов. Все проектные работы велись в условиях жесткого соревнования между этими коллективами. КБ Николая Духова разработала танк, который выделялся башней оригинальной конструкции, словно приплюснутой с большими углами наклона стенок. Проект Жозефа Котина отличался необычной формой, носовой части корпуса. В дальнейшем она получит название «Щучий нос». После рассмотрения обоих проектов было принято решение объединить их, используя преимущества каждой из конструкций. Руководил работами по окончательной доводке нового танка Михаил Балжи. Балжи. Михаил Федорович. Выдающийся конструктор и организатор производства бронетанковой техники, доктор технических наук, лауреат государственной премии. Годы жизни – 1908-1970. Под его руководством разработаны тяжелые танки ИС-3, ИС-4, самоходная артиллерийская установка Су-152, артиллерийский тягач АТ-С. В конце 1944 года новый танк был представлен на войсковые испытания. Благодаря многим конструктивным новшествам удалось серьезно повысить снарядостойкость брони при небольшой массе машины. Танк истрилился последним тяжелым танком, советским, разработанным в годы Великой Отечественной войны. Эта машина отличалась от танка предыдущей модели ИС-2, за исключением агрегатов силовой установки и трансмиссии. Отличия заключались в том, что при разработке конструкции корпуса и башни учитывались законы обстрела, которые показали, что самое большое поражение танки получали именно в лоб корпуса и в лоб башни во время боевых действий. Это привело к тому, что впервые в конструкции корпуса советских танков появилась форма носа, которая называется щучий нос или по-другому корабельная форма. Это как бы тройной наклон броневых листов, выполненный впереди в корпусе. Ну, кроме того, такое расположение броневых листов позволило уже, в отличие от танка ИС-2, разместить люк механика-водителя в носовой части корпуса. Ну и форма башни стала сферической, башня летая, и именно только литьем можно получить такую форму, сложную, так скажем, форму. Кроме того, бронирование башни дифференцированное, то есть разное по толщине броня с разных направлений. Ну и получается, что когда снаряд попадает в броневую конструкцию корпуса или башни, то практически гарантируется рикошет. Ну и экипаж, и внутреннее оборудование остаются непораженным. Танк успешно прошел войсковые испытания, и 30 декабря 1944 года был принят на вооружение Красной Армии под индексом ИС-3. Всего было выпущено 2311 этих боевых машин. ИС-3. Тяжелый танк прорыва. Боевая масса 46,5 тонн. Длина 9,8 метра. Ширина 3,2 метра. Толщина лобовой брони 120 миллиметров. Двигатель дизельный мощностью 520 лошадиных сил. Скорость до 40 километров в час. Вооружение. Пушка калибра 122 миллиметра. Один пулемет калибра 12,7 миллиметра. Один пулемет калибра 7,62 миллиметра. Экипаж 4 человека. Весной 1945 года ИС-3 стали поступать в войска. Но в сражениях Великой Отечественной войны им принять участие не довелось. Впервые эти машины были продемонстрированы в Берлине на параде союзных войск 7 сентября 1945 года. Новые советские тяжелые танки произвели сильное впечатление на западных союзников. Еще год спустя, 8 сентября 1946, ИС-3 прошли по Красной площади в Москве. Революционная для своего времени форма корпуса и башни оказала огромное влияние на послевоенное мировое танкостроение. В конструкции таких танков, как американский М48 генерал Паттон, немецкий Леопард-1, отчетливо просматриваются характерные черты ИС-3. В качестве памятников или музейных экспонатов до наших дней сохранилось около 100 тяжелых танков ИС-3. Некоторые из них находятся за пределами территории бывшего Советского Союза, в музеях Бельгии и Израиля. Последним серийным тяжелым танком, который выпускался в Советском Союзе, стал Т-10. Его проектирование началось в 1949 году в Челябинске, конструкторским бюро, которым руководил патриарх советского танкостроения Жозеф Котин. Работа над созданием новой машины продолжалась в 4 трудных года. Танк прошел несколько циклов ходовых и войсковых испытаний. Инженерам пришлось производить много доработок, а некоторые узлы разрабатывать заново. На вооружение Советской Армии машина поступила только в 1953 году. Т-10 тяжелый танк, боевая масса 50 тонн, длина 10,5 метров, ширина 3,4 метра, толщина лобовой брони 120 миллиметров, двигатель дизельный мощностью 700 лошадиных сил, скорость до 50 километров в час. Вооружение пушка калибра 122 миллиметра, два пулемета калибра 12,7 миллиметра, экипаж 4 человека. Новая машина стала прямым развитием танка ИС-3. Это ясно просматривалось в характерных очертаниях корпуса и башни, принципах бронирования, типах пушечного и пулеметного вооружения. На танке Т-10 вернулись конструкции формы носа корпуса, щучий нос. Бронирование машины было дифференцировано, причем, учитывая те ограничения, которые были выданы в техническом задании по массе 50 тонн, основную массу брони распределили по лобовым деталям корпуса и башни, но, естественно, что на бронированной корме осталось уже меньше массы, соответственно, и бронирование было более слабое. Но это опять было все сделано с учетом законов обстрела, которые были разработаны еще в годы Великой Отечественной войны. Конструкторы усовершенствовали ходовую часть танка, трансмиссию, установили более мощный двигатель. Благодаря этому машина без труда разворачивалась на месте на 360 градусов. Танк успешно преодолевал крутые подъемы, пересеченные участки местности, лесные массивы. Командир танка мог вести круговое наблюдение с помощью перископических приборов, которые были установлены в командирской башенке. Обнаружив цель, командир нажимал кнопку, и башня автоматически поворачивалась в нужном направлении. Это серьезно упрощало целеуказания наводчику. Пушку снабдили механизмом досылания, который облегчал работу другого члена экипажа, заряжающего, а также повышал скорострельность в полтора-два раза. По подготовке к стрельбе надо проводить несколько раз так называемую проверку вооружения. При нахождении танка в движении надо было изменять эту позицию. Это осуществлялось путем корректировки самого прицела. Т-10 неоднократно модернизировались. Танк Т-10М уже обладал двухклассным стабилизатором вооружения. Устройством досылания снаряда и заряда. Значит, заряжание было раздельным. Для уменьшения загазованности боевого отделения на стволе пушки установили эжектор пороховых газов. Вместо пулеметов ДШК на танке появилось два пулемета КПВТ калибра 14,5 мм. Спарены с орудием и зенитные. На базе ходовой части узлов и агрегатов танка Т-10 были сконструированы самоходные пусковые установки баллистических ракет, а также тяжелые артиллерийские самоходки. Десятки стали самыми массовыми тяжелыми танками в истории танкостроения. По некоторым данным, с 1954 по 1966 годы в СССР выпустили более 8 тысяч таких машин в нескольких модификациях. На экспорт они не поставлялись и в боевых действиях участие не принимали. После Великой Отечественной войны в Советском Союзе еще долгое время на вооружении имелись бронепоезда. Их огневая часть состояла из тяжелых танков Т-10. Десятки устанавливались на специальных железнодорожных платформах. При необходимости тяжелые танки могли покидать эти платформы своим ходом. В отдельных случаях на броневагонах стояли только башни десяток. Т-10 стал эволюционным пиком развития тяжелых танков, предназначенных в первую очередь для взлома мощной обороны противника. Уже в конце 50-х годов стало ясно, что требуется принципиально новая боевая единица. Основной танк, который соединит высокую подвижность средних танков с мощной бронезащитой и сильным вооружением тяжелых машин. Танки Т-10 несли боевую службу в частях и соединениях советской армии более трех десятилетий. Но в своем классе они стали последними из магикан. Наступало время основных боевых танков. Танки Т-10